Спецгруппа «Храбрецы» действовала в Беларуси с 1942 года. На счету более сотни диверсионных операций. Но самую уникальную 5 июня 43-го спецгруппа провела в Красном береге. Железнодорожник Григорий Науменко доложил о поезде, который находится в тупике и усиленно охраняется. Причем все вагоны были покрыты черной тканью, а охранники были в противогазах. Диверсионная группа вскоре пустила под откос черный эшелон и тем самым раскрыла его тайну. Выяснилось, что в вагонах находились боеприпасы с ядовитым веществом, которые гитлеровцы планировали применить на Курской дуге. Образцы передали в Москву. В результате Сталин встретился с английским лидером Черчилля. После чего премьер-министр предостерег Германию от использования такого оружия на советско-германском фронте. В противном случае Великобритания пообещала применить химические боеприпасы на территории Германии. Во время открытия мемориальной доски много говорили о необходимости сохранения исторической памяти и патриотическом воспитании населения, причем не только молодежи. Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов предлагает железнодорожникам ввести новую традицию. При проезде станции, на которых установлены такие мемориальные доски, трижды подавать звуковой сигнал. В Беларуси отметили День памяти воинов-интернационалистов. По традиции, в честь памятной даты 15 февраля проводятся акции и митинги. В Гомеле утром прошла поминальная служба в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла. На ней прозвучали имена уроженцев Гомельщины, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане. В память о них друзья и родственники зажгли в краме свечи. Чтобы отдать дань уважения тем, кто прошел горячие точки вдали от Родины, собрались также у мемориала воинам-интернационалистам. Ежегодно 15 февраля тут проводится митинг. Для многих это место встречи с боевыми товарищами. Те, кто потерял близких на войне, находят доказательства. Подвиг их сыновей, братьев и близких не забыт. Заместитель председателя Гомельского обл. исполкома Владимир Привалов встретился с коллективом Добружской центральной районной больницы. Это одно из старейших медицинских учреждений Беларуси. В прошлом году здесь открыли акушерско-гинекологическое отделение, оснащенное самым современным оборудованием. В этом году модернизация продолжается. В современной истории добружские врачи сдали два непростых экзамена. После 1986 года они помогали людям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы. Прошлый год и начало этого борются с коронавирусом. Кстати, только в прошлом году на борьбу с COVID-19 в Гомельской области было потрачено почти 105 миллионов рублей. Сегодня ситуация улучшается, что позволяет сокращать красную зону и уделить больше внимания лечению других заболеваний.